Недельная глава «Ятро» Недельная глава «Ятро» Ну, в нашей недельной главе рассказывается о даровании «Ятро» Недельная глава «Ятро» Что Бог вывел Израиль из Египта Так невозможно было выйти из Египта Закрытая страна А так вышел целый народ Тут написано «Слышал Ислей» Он единственный, что это слышал Были еще много людей, которые это слышали Мы же читали Князь Эдома, сильные Муава Руководители в Кнане, жители Кнана Многие услышали Это я уже говорил Что все слышали А единственный, кто услышал и пришел Это «Ятро» Многие видят удивительное, что Бог делает Чудеса Но Проходит время И Забывают об этом Постепенно Когда человек что-то видит Он должен сделать это для себя Как трамплин для будущего роста Помнить это И Работать дальше над собой А без этого Это Проходит и уходит Это Проходит и уходит Медраж нам рассказывает Что Когда Моше встретил Аарона И Моше был женой Иди с детьми Его Брат Аарон спрашивает А куда ты идешь? Говорит В Египет Говорит Что? Ты идешь в Египет? Мы переживаем за тех евреев Которые страдают в Египте А ты пришел приводить еще Так он сказал жене Иди с детьми к папе А он пошел сам в Египет Вечный вон него И двух сыновей ее Ашашима эхот гиршем Имя одного гиршем Кио Амана сказал гиро Иси я был пришельцем Бе эресно хрио В чужой земле И там Бог мне помогал Мешей мой эхот Или эзер А имя одного Или эзера Кио гео ви без ри Бог моего отца Был мне в помощь Моя целая не спас меня Мехера в паре От меча фараона Когда Он убил египтянина Так его шли убивать Бог его спас Медраж говорит Что когда Его хотели убить мечом То шея Моше стала твердой Как мрамор И Так он спасся Что он располагался там Гора Бога Это говорит во первых о величии ядро Он пришел в пустыню Люди любят комфортабельные условия А куда Исрей пришел В пустыню Чтобы услышать Слово Бога Чтобы услышать Слово Бога Надо быть готовым идти в любое место Даже в пустыне Мое имя Реум Миша Сколк Миша Они я Хэсэнхо Исрей То есть послал ему письмо Они Хэсэнхо Исрей Бо Илэхо Я твою сёсть Исрей Прихожу к тебе Видишь то Хоя твоя жена Ушны вонел Два её сына Имо с ней Раша говорит так Хочешь меня встретить хорошо Нет Так встретить твою жену Не жену Детей вы знаете Женой можно развестись А с детьми не разводятся Вае Миша вышел Игра с Хэсэнхо Навстречу его тестере Миша вышел Навстречу его тестере Ваиштахо Поклонился Ваишекле Поцеловал его Поцеловал тестер Ваиша вышла Рея Спросили один другого Лешоли Мира Вае Вея пришли В палату Видите, тут роли поменялись. Там когда спрашивали, а кто этот человек, кто это Меша? А, он зять Истры. Истры, ты же знаешь, вот он его зять. А тут роли поменялись, когда спрашивали, а кто это Истры? А, это тёсть Меша? Мои сапеми шелы хесны, рассказал Меша своему тёстю. То есть, египтяне делали много преступлений и притесняли и угнетали многие народы, но они не получили своё наказание. Когда они мучили еврея, получили своё наказание. Все вот эти трудности, беды, что встретил их в дороге, мои цилим одиноя, и Бог их спас. Мои хад Истры, радовался Истры, алкогатиму за всё добро, ашер осу одиною к Истроею, что Бог сделал Израилю, и самое большое, ашер Ицил и спас Его, меня от Митроя, от руки Египта. Мои хад Истроею сказал Истроею. Бару Хашем, это великое дело, что Он сказал Богославян Бог. Хвалить Бога, благодарить Бога, это важное действие. Мы привыкли просить у Бога. А ещё более важно, благодарить Бога за то, что мы имеем. А мы имеем очень много. А от той её даты, теперь я знаю, ки годы ладиной, что велик Бог Микола и Аллахим, от всех идолов. Откуда Истрое это сказал? Он был, как говорят, правдоискателем. Он пробовал этого идола, этого идола, и увидел, что это неправда. Да? Пока он дошёл до веры в одного Бога. Кива двор, то в том же самом, что они сделали им плохо, в этом же они были наказаны. То есть, они бросали еврейских младенцев в Нил, то они были наказаны тем, что они потонули в море. Качество Бога, Он ведёт себя с людьми мера за меру. Мера за меру. Они бросали еврейских младенцев в воду, в Нил. Так Бог их потопил тоже в воде. Это, кто обращает внимание, что происходит с ним в жизни, он может обратить внимание, как можно видеть, как Бог ведёт себя с человеком мера за мером. Особенно между одним человеком и другим. Он говорит, что это не так, что происходит с людьми. И он не мог бы сказать, что он не может быть. Он не мог бы сказать, что он не мог бы сказать. льфнуй ойрым перед богом. Раше тут пишет, что кто находится на трапезе, в которой есть талмеды ха-хаснутаки, которые сидят, то как будто он... это перед богом. Там были Моше, Иерон, еще. Ваиме Мох раз было на завтра, ваеще Мейше лишь петь эсо Ом. Мейше сел судить народ. Ваея Мей до Ом, а у Мейше встал народ над Мейше, мы на бейке с утра, а до араб до вечера. Ваея Хрисе Мейше увидел цесть Мейше, и сказал, что он все, что он делает народу, что есть эти люди. Ваея Мейше сказал, что это, что ты делаешь? Лом народу. Маду, а почему? Ты сам сидишь в холоме. Весь народ стоит возле тебя, мина бейкер от орех. С утра до вечера. Ты сидишь, они стоят. Это как-то неуважаемо к народу. Ваея Мейше сказал, что Мейше своему честью, приходит ко мне народ. Лидеры ищут им искать Бога. Например, у них есть какое-то что-то, они приходят ко мне. Я сужу, между одним и другим. Что, какие там были суды? Это надо понять. Были. Там же земельных территорий не было. Они были в пустыне. Что есть было? У них был ман. Какие были там отношения и претензии между одним и другим? Почему ты открыл окно против меня? Такого не было. Что же там были претензии? Не знаю. Но были. Устанешь ты, устанешь. Гамма то, так же ты. Гамма аумазе. Так же это народ Ашари Мох, который с тобой. Кихо бит мим хо адовор. Это тяжелеет тебя. Ры суха, ты не можешь. Асэю делать. Ватэхо сам, ты не можешь. Атушма бекели. Теперь слушаем его голос. Я тебе посоветую. Но в яги и рыги мимох. Пусть Бог будет с тобой. Спроси у Бога. Нужно, чтобы Бог был согласен на это. Я тебе советую. Пусть Бог будет с тобой. Спроси у Бога. Ты будешь народу муэлэгим. Напротив Бога. Ты приведешь эти слова. Эти сомнения. Элэгим к Богу. Ты их предупредишь. Это хуким. Законы, которые мы человеческим разумом не понимаем. И учение. То есть письменное и устное. Вейдатолем сообщишим. Это дорога, по которой они пойдут. И дела. Действия. Ашая сунь, которые они должны делать. Беато сэгзе. А ты увидишь. Микола Ом от всего народа. Анджи Хайл. Люди состоятельные. Зачем судьям быть состоятельными? Очень просто. Судья должен быть независимым. Если он не нуждается в людях. Он может быть вполне независимым. Герейлы им, которые боятся Бога. Анджи Эмес. Люди правды. Сыны и водца. Ненавидящие и нечестные деньги. Есть гемараба Бабасре. Что судья. У которого по суду забрали деньги. Не годится быть судьей. То есть он готов брать деньги. Которых он не уверен, что они его. Судья должен быть. Ненавидеть нечестные деньги. И если он какие-то денежные вопросы. Он не должен ждать суда. Он должен сам это выяснить. Разобрать. И прийти к выводу. Если они ему не прочитают задать. Весам Туалеев назначь на них. Сори Агоф им главный на тысячами. Сори Мея с главными на сотнями. Сори Хамиш им главный на пятьдесят. Сори Асори с главными на десятками. То есть были на десять. Были на тысячу, на сто, на пятьдесят и на десять. Весам Туеса Ом. Будут судить народ в любое время. Вае и будет. Кола Довара Году. Великий вопрос. Большой вопрос. Я вижу Ореха. Кола Довара Году. Великий вопрос. Я вижу Ореха. Придут тебе. Кола Довара Годы. А маленький вопрос. Судебный. Ешь по-тругим. Они будут судить. Ты будешь судить большие вопросы. Они маленькие. Веаке уме Ореха. Будет легче от тебя. Выносуй итог. Они будут вместе с тобой. Имя за Довар Азе Тааса. Если это слово ты сделаешь. Выцивхай имя. Бог тебе укажет. Бог велит. Спроси у Бога. Вае Хаута Амит. Ты сможешь в этом стоять. Вае Гам Кола Ом Азе. Так же весь этот народ. Ау Микейми на свое место. Йови Вишоли. Придет с миром. Ты и весь народ. Придет с миром. Вае Ишма Мейшел и Кил Хисней. Услышал Морше голос от своего тестя. Ваяс он сделал. Кил Аширомор. Все что он говорил. Вае Хармейши. Мейшел выбрал Андже Хаил. Людей состоятельных. Микол Иисуэл. Не все качества которые он искал. Он нашел достаточно. Так он нашел то что он мог найти. Андже Хаил. Состоятельных. То есть независимых. Микол Иисуэл. От всего Израиля. Мейшел. Мейшел. Назначил их хорошим Алоом. Главными над народом. Сори Алофи. Главными над тысячами. Сори Мейш. Главные над сотнями. Сори Хамиши. Главные над пятьдесят. Сори Алофи. Главные над десятками. Главные над десятками. И будут судить народ в любое время. Тяжелый вопрос. Явил на умейши. Приведут к Моше. А маленький вопрос. Будут они судить. Эти назначены на тысячу. На сотнями. Тут обращают внимание. Когда Ятро предложил Мейшел. То Ятро предложил так. Большое дело. Будешь. Приведут к Моше. А маленькое. Они будут судить. А как написано Моше Дел. Тяжелый вопрос Моше судит. А маленький. Они судят. Изменение между. Там было написано большое дело. А то что Моше сделал. Тяжелое. Тяжелое дело. Тяжелый вопрос. Говорят. Так. Что Ятро по своему пониманию. Считал так. Есть. Обсуждается. Сотни тысяч долларов. Это большое дело. А вот там несколько тысяч шекелов. Это маленькое дело. Сотни тысяч долларов. Вопрос. Об этом пусть Моше разбирает. А маленькие дела. На маленькую сумму пусть. Они разбирают. А по закону Тора не так. Не важно. Это вопрос на большую сумму или на маленькую. Должна быть справедливость во всем. Но как же. Есть какой-то тяжелый вопрос. Это может быть на маленькую сумму. Но дойти до правильного вывода тяжело. Это. Обращается к Моше. Тяжелый вопрос. А маленькие. Маленькие. Это противоположность тяжелому. Это значит. Которые. Легко разобрать. Это может быть на миллионы. Но это легко прийти к выводу. Поэтому. Тут написано. К выводе. Поступили иначе. Чем написано. Чем предложение Итро. Он пошел в свою страну. Воздействовать. Чтобы его семья тоже приняла еврейство. А теперь. Глава дарования Торы. Третий месяц. Медраж. Медраж. Обращает внимание. Что. Так выбрал. Что. Тора. Дарование Торы. Произошло в пустыне. Почему именно так. И Медраж говорит. Что. Специально. Так выбрал. Что. Тора. Дана. Вместе. Который. Ничейно. Давайте. Скажем. Так. Настоящее. Положение. В мире. Что. И пустыни. Тоже. Все страны. Поделили. Но. Во время дарования Торы. Пустыни. Вообще. Были. Вот. Синайская пустыня. Она была Кабута. Нет. Был Египет. Была земля. Кнан. Были филистимляне. А пустыня. Была ничейная. То есть. Поэтому. Бог выбрал дать. Торе. Именно там. Что. Тора. Она открыта для всех. Человека. Который. Его родители. Большие знатоки. Торы. Которого. Не. Не знают Тору. Тора. Раскрыта для всех. И для. Тех. Кто приняли еврейство. Для всех. В равный мир. Ва. И. Сумир. Фидим. Поехали. Израиль. Фидим. Ва. Эхану. Бам. Расположились. Пустыня. Ва. Ихан. Шом. ЕС. Се. Неги. Догор. Расположился. Там. Израиль напротив горы. Тут написано выражение в единственном числе. Расположился там Израиль. Расположился там Израиль напротив горы. На это обращают внимание, что евреи расположились все как один. В единстве. Без раздора, без спора. То Бог не дарует Тору единицам. Одно из объяснений, почему не была дарована Тору, Бог не даровал Тору нашим отцам, это были единицы. Только когда стал народ, тогда Бог даровал Тору. Так написано в ведении Равни Симгояна к Талмуду. Но когда Бог даровал Тору, когда евреи были едины, все как один. Не один человек, а народ, но народ единый. Амаше поднялся к Богу. Позвал его Бог с горы, говоря, Кейси Марре, Вейси Акейв. Так скажи дому Якова. Вы сагейте, сообщи, левне и строился нам Израиля. Тут написано двойное выражение. А почему? Дом Якова, это женщины. А левне и строился на Израиле, мужчины. И с каждым надо говорить на его языке. Женщины, женщины ведь основа дома, поэтому говорят Дом Якова. А Мира говорит, Кейси Мар, это мягко. А Мессагейт, то есть женщина говорит мягко, а мужчина более решительно твердо. Насколько важно, насколько обязательно при соблюдении заповедей. Она обязательно для всех, но женщине надо говорить мягче. А темры и сэм. Вы видели, Ашеросиси и Митруи, что я сделал Египту? Во эсо эсхэм, я нес вас, аукам фенешорим, как на крыльях, как на крыльях аргов. Во ви эсхэм, ой, я привел вас ко мне. Ведь Бог собрал моментально. Когда евреи были разбросаны по всей земле Гоша, в один момент Бог их собрал. Виа Туа теперь. Теперь самое главное решение. А дальше выполнение идет уже легче. Самый серьезный у человека это принятие решения. Им шо миа тишму убай коли. Если слушать, будете слушать мой голос. Уш марцем эсбриси. Будете соблюдать мой союз. Какой союз? Принятие Туры. Ви эсэм лизгуа. Будете мне избранными. Миколу амим. И всех народов. Вы будете у меня самыми любимыми, самыми избранными. Если вы будете сохранять мой союз. Кейли кола орэс. Потому что мне принадлежит вся земля. А вы будете у меня самыми любимыми. Когда? Когда будете сохранять мой союз. миа темтиюли. А вы будете у меня мамрэха скияним. Царством. Тут есть два перевода. Парашия и сфурно. Мамрэ, параши, мамрэха скияним. Царство князей. Каждый еврей будет как князь. Мы знаем, что князья зачастую не самые святые люди в поведении. И вместе с этим и гей-кодж. Святой народ. И князья. Будете каждый евреем как князь. И будете святыми. Сфурно говорит, что как куаним священнослужители служат в храме за весь еврейский народ. Так. И во всем мире, так и евреи будут служить Богу за весь мир. Вы будете каждый из них будете священнослужители. То есть еврейский народ будет служить Богу за весь мир. За все народы мира. И мы отворим эти слова. А что ты нам будешь говорить об наисрою к сынам и сраилам? Вое вымеша пришел Моше, воикро позвал изикнеом старичного народа. Это важно знать. Что в еврейском народе очень важно, что есть старичины. Нет такого все равны. Конечно, каждый имеет уважение, молодые, все. но есть старичины. Медраж, когда Моше пришел к еврейскому народу в главе шмот, там написано собрали старичины народа. Помните? Медраж говорит великие слова. Как птица не может летать без крыльев, так еврейский народ не может подняться вверх без старичин. без старичин руководителей еврейского народа. Тут тоже дарование Торы позвал старичин народа. Ваосом лифнем положил перед ними эскола двора Моэра все эти слова. Ашрацевоу, аниной, что Бог ему велел. Маяну холом ягдов ответили весь народ вместе. Ваимру сказали все, что Бог говорил на все мы будем делать. Ваосем вернул Моше от еврея слова народа и родиной к Богу. Раши тут обращают внимание. Скажите, Бог знает все, что происходит в мире? Знает. Так Моше мог сказать, а зачем мне сообщать Богу? Бог же знает и без меня. Нет. Есть правила поведения, которые надо придерживаться. Бог послал его к народу. Он должен сообщить Богу, что народ сказал. Это правила поведения. То, что Бог знает, он знает. Но ты должен передать. Интересно. Все знают, что написано на себе ни шмо, правильно? Но я вам скажу, если кто-то найдет в нашей главе на себе ни шмо, я готов ему дать 10 бутылок хорошего красного вина. И я уверен, что мне не придется это давать. Потому что в нашей главе этого нет. Это в конце главы мишпоты. А тут есть написано только на себе. Раз мы говорим о даровании Торы. А что такое на себе ни шмо? Так видно из гемары шаббат. Там несколько листов посвящено дарованию Торы. Так гемара это понимает, что на себе мы сделаем. Мы готовы принять все, что Бог нам прикажет. А мы ни шмо, а потом послушаем, что Бог прикажет. То есть они готовы были принять, еще не зная, что от них требуют. гемара говорит, что это был очень высокий уровень, что они сказали на себе нишмо. То есть они выразили полное доверие Богу, что он от них потребует. На основании чего? Они видели доброту Бога, что сделал с ними при выходе из Египета в пустыне. И Бог, который создал мир и создал человека, знает наши силы и наши возможности, силы и возможности человека. И Бог не потребует от человека больше его всем. Поэтому раз Бог предлагает Тору, значит это нам для нас подарок, и это принесет нам только добро. Бог знает наши силы и возможности. Поэтому Тора, который Бог дал человеку, это полностью соответствует его натуре и возможности. Понятно, человек должен работать над собой, ограничивать себя, воспитывать, но это вполне соответствует природе человека. Нет в Торе ничего, что было бы против природы человека. Скажем, у христиан для монахов вели безбрачие, и в Торе такого нет, наоборот, это митсва. Мусульман полностью запретили вино, в Торе такого нет. Тора ставит рамки, границы, но все, что написано в Торе, полностью соответствует природе человека. Мои имя ради ноя ум ише, сказал Бог кмеша, иные уныхи, вот я, бой и леху, прихожу к тебе, в густом облаке, в авур ешма ом, чтобы народ услышал, бы добры и мог, когда я буду говорить с тобой, в гамбе хо я мину лейлом, в тебя тоже будут верить навеки. А, что значит тебе будут верить навеки, что естественно, еврейский народ будет верить в Тор, который была дана через муше. Ва ягейт миша сообщу миша из евреом слова народа родиной к Богу. Какие слова? Тут не написано, раньше объясняю, это видно из ответа Бога. Что народ хотел? Народ сказал так, а мы хотим, что Бог с нами со всеми говорил. это не то же самое слышать от посланника и слышать от самого царя, от Бога. Мы хотим видеть, чтобы была прямая связь между Богом с нами говорил и мы в этот момент были пророками. Во имя Одинуэл Миша сказал Бог Миша если они так просят хорошо скажи иди к народу сегодня и завтра пусть помоет свои одежды пусть будут готовы к третьему дню потому что в третий день Бог спустится перед глазами всего народа будет видно присутствие Бога. Это единственный раз в истории мира что весь народ достоился пророчества. это то есть дарование Торы первые заповеди весь народ слышал. То есть они были пророками. известно что в средневековье в диспуте с христианами когда христиане хотели их убеждать примите нашу веру и так далее значит евреи отвечали сделайте нам под такое же явление как было при даровании Торы тогда будет о чем говорить и они болтуя сома ограниченный народ сави вокруг и мор говоря и шумру лохэм остерегайтесь вам подняться на гору Дотронуться его к краю горы. Кто дотронется до горы, умереть умрет. Он не дотронул за него рука. Он будет заброшен камнями, или будет сброшен. Скотина или человек не будет жить. Когда будет протяжной голос рога, и когда он закончится, тогда могут подняться на гору. Сейчас есть предположение, где гора Синай. На нее подниматься можно. Например, место храма осталось святым навеки. Нельзя туда входить нечистому. Мы все нечисты. А место на гору Синай. Есть предположения. Иди, знай, насколько верны эти предположения. Но допустим, что это так. Можно туда подниматься. Иди, знай. Иди, знай. Мы пошли еще на третий день. И есть события. Когда было утро. Были громы, и в руке молния. И тяжелое облако на горе. И голос рога хозок очень сильный. Задрожал весь народ. Ашаба маханэ, который в лагере. Ваи ци мишеса ом. Вывел мошен народ. Лекрасую им навстречу Богу. Мина маханэ из лагеря. Ваи с яцво они встали. Бесахты с гор у подножия горы. Получается, что раньше было явление Бога на горе. А потом уже привел народ. Приводится, что это мы стараемся исправить. Чем? Принято, что праздник, чтобы бодрствовать ночью. Учить Тору. И бодрствовать ночью. И молиться с нецом вот таким. То есть при даровании Торы было появление величия Бога на горе. А потом еще привел народ. Это не красиво. Мы это исправляем. Что мы уже готовы. С раннего утра. Есть метраж. Они встали у подножия горы. Есть гемора. Приводит так. Что Бог перевинул над еврейским народом гору, как бочку. И сказал, если вы принимаете Тору, замечательно. А если нет? Тут будет ваша могила. Эту геморру надо понять. Что это значит? Понятно. Я думаю, что по всем комментариям. Это не имеется ввиду буквально, что он бросит над вас гору, и вы будете моментально растерты. Но надо понять эту геморру. Что гемора имеют ввиду? Да. А? И вопрос, который задается само собой. Ведь евреи сказали. Мы читали в нашей главе НАСА. В главе Мишпоте написано НАСА ВАНИШМА. И гемора очень хвалит евреев, что они сказали НАСА ВАНИШМА. И приняли Тору. А тут вдруг гемора говорит, что евреев заставляют. Как? И вообще, скажите, надо заставлять того, кто хочет? И имеет смысл заставлять того, кто хочет? А? Это задается вопрос. Я видел четыре ответа. Я начну с ответа Ромея Симха Эдвинска в своей книге Меша Хохма. Он понимает так, что это совсем не имеется ввиду, что евреев кто-то заставил. И геморрай имеет ввиду аллегорически, что они как бы были заставлены. То есть, другими словами, им показали совершенно ясно, что весь мир существует только благодаря Торе, которую они получат. А если нет, то весь мир прекратит свое существование. Теперь они имели выбор, принять Тору или не принять. Им показали совершенно ясно, что основа мира – это Бог, который всем руководит. И о даровании Торы зависит дальнейшее существование и процветание мира. Если они примут Тору, будет все замечательно. А если нет, то мир прекратит свое существование. А теперь, пожалуйста, дорогие братцы, выбирайте, вы хотите принимать Тору или не хотите? Скажите, это выбор или нет? Вы правы. Я скажу вам пример, с чем я это сравниваю. Человек идет в пустыню. И есть развилка дорог. И он совершенно ясно знает, что если он пойдет направо, то там будет и пища, и вода, и кровь над головой. А если он пойдет налево – глухая пустыня. Умирают от жары, от жажды, от голода. И человек может повернуть направо, а может повернуть налево. И он выбирает повернуть направо. Скажите, это выбор или нет? Выбор. Но в какой-то мере этот выбор вынужденный. Скажите, а я мог разумно поступить иначе? Скажите. А? А? Так объясняет этот рабмия Симха. Это был выбор, но… Когда показали ясно всю ситуацию этого. Выбирать между двумя подобными предметами – это выбор. А когда они совершенно не были. Совершенно разные. Какой выбор это? Так объясняет рабмия Симха. Конечно, очень похвально, что они сказали нас сегодняшему. Сделаем и послушаем. Но… По сути дела, выбора как такового между двумя равными предметами не было. Это был в какой-то мере вынужденный выбор. Так говорит рабмия Симха. Медраж Танхумы, интересно, на главу Ноах, задает этот вопрос. Возможно, что это первый, кто задает этот вопрос. А зачем надо было его заставлять? Они рассказали. Будем делать и послушаем. Медраж Танхумы говорит так, что есть два уровня. Он говорит так, есть письменные Тора и есть устные. На письменные Торы они сказали на совынишме. Сделаем и послушаем. А вот принять устные Торы, это было им тяжелее. Я поясню. Я понимаю, что Медраж Танхумы не имеют в виду письменные Торы совершенно безустные. Письменные Торы безустные, непонятные и немыслимые. Допустим, например, в Торе написано, не делай никакой работы в субботу. Скажите, кто-то может сказать, что такое работа, а что не работа? Безустные Торы мы ничего не знаем. Что же имеет в виду Медраж Танхумы? Есть два уровня. Есть уровень. Человек учит законы. Давайте назовем, скажем, есть такая книга «Кицуршу Ханаруха». Слушали они? Говорят человеку, знаешь что? Выучи Кицуршу Ханарух и соблюдай, что там написано. Хорошо. Это один уровень соблюдения. А второй уровень, чтобы были люди, которые самоотверженно учили Тору днем и ночью и трудились над ним. Это намного труднее. Медраж Танхумы говорит так. На письменную Тору они сказали, сделаем и послушаем. А на устную Тору их надо было заставить. Потому что это непросто. Медраж Танхумы говорит, что по-настоящему учить Тору днем и ночью, это делает человек, который любит Бога всем сердцем и всей душой и всем состоянием. И он не ищет ни денег, ни почета. А если у него центральная в жизни деньги или почета, то учить Тору как надо он не сможет. То есть это ответ Медраж Танхумы. Там в том же кусочке Медраж Танхумы пишут очень высоко поэтически о местах углубленных в изучении Торы о ящивах, которые Бог сохранит во все поколения, даже в самые тяжелые. И никакие власти этому не помешают. И он пишет там, что благодаря этому, именно благодаря этому, из изучения, постоянного изучения Торы существует мир. Именно благодаря этому. И это ответ Медраж Танхумы. Вообще-то это удивительное явление, как и большие центры изучения Торы переходят страны в страну и продолжают процветать. Есть трагедии, катастрофы, изгнания, чего еврейский народ не пережил. А центр Торы продолжает существовать. Ну, из последнего, что мы видели нашими глазами, во время Второй мировой войны, большинство мировых центров Торы почти все были в Европе. Литва, Латвия, Белоруссия, Польша. Ну, это та часть Белоруссии, которая относилась к Польше. Та часть, которая была в Советском Союзе. Там не могли существовать большие центры Торы. Польша. И они практически все были сожжены во время Второй мировой войны. Во время войны есть одна ящиба, которая полностью спаслась. Это живат мир, которая спаслась и продолжали напряженно учить Тору в Китае и в Шанхае. Продолжение всей войны. А потом центры Тора переместились в землю Израиля. Ну, и часть Соединенные Штаты. Ну, есть еще два ответа, которые я видел. Ваар Синай и Ошан Кури. А гора Синай вся дымилась. Мипны, потому что Ашайю Раду Лофны. Его спустился одной бок, боишь, в огне. Ваяла Шаны. Дым его поднялся, конечно, на кившон. Как дым из висковой печи. Ваяхарат кола ор мейт. Вдрожала вся гора очень. Ваи был кола шифа голос рога. Идет и очень укрепляется. Моше говорит. Отвечал ему голосом. Помогал ему голосом. Раша говорит так. Что было же всего десять. Лечений, что были сказаны на горе Синай. Так первые две, что есть Бог. И не слушал другим идолам. Весь еврейский народ слышал наравне с Моше. Остальные восемь, они слышали. Но понять, что они слышали, они не поняли. И Моше им пересказывал. Так Моше должен был пересказывать. И чтобы весь народ слушал. Так Бог давал силу в его голосе. Что он говорил. И весь народ слышал. Моше спустился Бог на гору Синай. А в Рейш-Орг к вершине горы. Моше спустился. Бог позвал Моше в Рейш-Орг к вершине горы. Моше поднялся. Моше. 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 Выше. Чем им можно. Моше. Моше. Как бы они не поломали свое положение. То есть выйти из того места, где они были. К Богу, чтобы видеть. Моше. 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 Господи они. А и, также, коэ-аним. Срещены служители. Тогда это были первенцы. Ани Гушимил Адиной. Которые приближаются к Богу Искадошу. Пусть освящаться. Должны освящаться. Пенифрейт с боэм Адиной. Как бы Бог их ни наказал. Так Бог говорит, Моше предупреди народ. Народ не может подняться к горе Синай. Почему? Ты же предупредил нас, говоря, «Ак бейлесо ограничь гору, выкидашь ты, освятий его». Ты же уже сказал мне, а я сказал народу, чтобы они не приближались. Зачем говорить еще раз? Сказал ему Бог, иди спустись. Несмотря на это предупреди еще раз. Почему? Надо предупредить людей заранее, перед событием, и прямо в последний момент сказать им еще раз. Муалису Ато поднимешься ты, Ваарин и Мох, и Арон с тобой, веакия ним, священнослужители, воом и народ, ау ерсу, чтобы не ломали свое положение, ваалисе ладиной подняться к Богу, пенифрусбом, как бы он их ни наказал. То есть получается, что есть уровни. Есть место, до какого Моше можно дойти. А Арон ниже его. Коианим, священнослужители, то есть первенцы, еще ниже. А народ должен остаться у подножия горы. Ваея Адмише, он спустился Моше к народу. Ваея Адмише сказал им это предупреждение. То есть это надо учиться в жизни. Говорят раньше, предупреждение. Но надо и говорить в тот самый момент перед действием еще раз. Ваея Адмише говорил Бог, а скол от воли Моего все эти слова, и мир говорят. Тут десять заповедей. Он и хи. Ади ной рейхо, я Бог твой Бог, ашарий тисихо, что я тебя вывел. Мерец митраям и земли египетские, ми бейзаводам и дом арабством. На это уже обращает внимание Рабиуды Алиби в своей книге Кузари. Почему Бог так обратился к народу, я Бог твой Бог, что вывел тебя из земли Египта и из дома рабства? Мог бы сказать, я Бог, который создал мир и создал тебя. Так Рабиуд Алиби говорит так, что Бог захотел сказать народу то, что они видели ясно своими глазами и слышали своими ушами. Чтобы прийти к выводу, что есть Бог, который создал мир и руководит миром, надо углубляться, анализировать, приходить к выводу. А это они видели своими глазами. Поэтому Бог им сказал то, что для них ясно было в глазах. Чтобы у тебя не было идолов при моем лице. Значит, при моем лице. Можно понять это двояко. Можно понять это во времени и в пространстве. Во времени Бог существует, но Бог существует вечно. В пространстве тоже. В каком месте? Это Бог в любом месте. Чтобы у тебя не было никаких идолов. Не делайте извояния в ход муну. Никакого облика. Ничему не служи. Ашабашомайимимау. Ничто на небе наверху. Допустим, луна, солнце, луна, звезды. Многие служили солнцем. Это нельзя. Ашаба орать митохас. И который на земле внизу. Были, кто служили крокодилам, рыбам, кому хотите. Ашабамайим. А, прошу прощения, борец. На земле внизу какие-то, я не знаю, львы, кто-то. Борец митох земле внизу. Ашабамайим, который в воде митохас орать под землей. Крокодилам, рыбам и так далее. Рысиш тахаве лохэм. Не поклоняйся им в рысо овдэйм и не служи. Кеонэхи аденуэреха. Оттого, что я Бог твой Бог. Элкано, Бог ревнивый. На служение идолов Бог наказывает. Очень строго. Пекет вспоминает о войновейс. Грех отцов. Аубоним на сыновей. Аучилышим на третье поколение. Вауриби им на четвертое. Рысыной, кто меня ненавидит. То есть, если отец служил идолом, а сын не служил, то сын не отвечает за отца. Но если отец служил идолом, и сын служил идолом, и внук, то у внука потребует и за его преступление, и за отца, и за дедушку. То есть, если сын продолжает преступление отца, и дедушки, и прадедушки, до четвертого поколения. И делающий добро тысячам поколений. Кто меня любит. Кто соблюдает мои заповеди. Видите? На наказание Бог наказывает до четырех поколений. А на добро? Две тысячи. Сколько две тысячи больше, чем четыре, скажите? Пятьсот. Пятьсот раз. Качество добра Бога пятьсот раз больше, чем качество наказания. Не упоминай имя твоего Бога напрасно. То есть, не клянись имени Бога напрасно. Кира и на киад иной. Бог не оставит чистым, и за что не стоишь мы. Что того, кто будет упоминать его имя, Рашов, ложно. То есть, есть два запрета. Не клянись имени Бога напрасно. И не клянись имени Бога ложно. Ложно. Это есть на прошлое. Клянись ложно. На будущее нельзя клянись ложно. А напрасно, когда человек что-то говорит, что известно. И очевидно. Известно. Трем людям, скажем, человек, видит деревянный стол. Он говорит, клянуй, что он из дерева. Он глянется, что дважды два – четыре. Напрасно. Приводится в геморешевый от, что за ложную клятву и напрасную клятву Бог наказывает больше, чем за другие преступления. Наказывается и в этом мире, и быстро. Почему? Потому что клятва, содержание этого – это как бы сопоставление правдивости своих слов, своих обещаний с самым святым, что есть в мире. Что есть самый святой в мире – Бог. То это кощунство просто так напрасно клясть именем Бога. Зухер, помни, если им ашабос век от шеи, день суббот не освещать. Шесть шесть дни работы. Сделай комрактехо – всю твою работу. Раша говорит, когда приходит суббот, ашишчай – вся работа сделана. Не делай никакой работы. То есть даже скотина еврея не должна спахать в субботу. Кишинща съемим, потому что за шесть дней. Осу адыной эса шамай им веса орец, Бог сделал небеса и землю. Эса йом веса шабом – море и все, что в них. В айонах отдохнул в аймашвии в седьмой день. А у кем поэтому, в ирах адыной, Бог благословил эсием ашабос, день субботний, векатшую и осветил. Вот в пустыне. В пятницу спускался в ман. Спускался в ман. На два дня. Бог благословил день субботний, а в субботу в ман не спускался. То, что мы соблюдаем в субботу, это мы заявляем перед всем миром и перед собой, что мы верим и ощущаем, что Бог за шесть дней создал мир, а в седьмой отдохнул. Люди думают, что декларации и митинги выходят на площадь и декларируют. Нет, самое лучшее заявление это своими действиями. Это самая серьезная декларация. Что как бы было неудобно, неудобно, легко, тяжело, суббота отдыхают. И все спрашивают, почему все лавки открыты, а у Давида лавка закрыта. Отвечает тому, что он еврей. Ну и что? Он верит, что за шесть дней Бог создал небеса и землю, а в седьмой отдохнул. То есть это объявляет по всему миру о творении. Уважай твоего отца и мать, чтобы ты жил долгие дни, а дома на земле, а что Бог твой Бог дает тебе. Это большое обещание. Гысь в сердцах не убивай, гысь вновь не занимайся развратом. Гысь вновь имеется в виду, не имея отношения с женой другого. Гысь и гных не воруй, в первую очередь не воровать человека, потому что за это тоже полагается смертная казнь. Гысь аневрейахо и чокер. Не свидетельствуй на товарища, ложное свидетельство. Гысь Ахмед, не желай бейсрейхо, дома твоего товарища. Гысь Ахмед, не желай ищи срейхо. Жену товарища, в авдей вам осей, раба и рабыня, в шерей вахам и рей, в ка и асла. В хейлашел в рейхо. И все, что зло товарища. То, что твое, твое, то, что, товарища, товарища. Не желай, не планируй получить его. Твое, твое, товарища, твоего, товарища, твоего. По рамбаму, если кто-то планирует и ищет пути получить предмет товарища, он приходит к нему, видит какую-то красивую картину, какую-то особую фотографию. И он его уговаривает, уговаривает. Скажи, ты друг или не друг? И тот чувствует себя неудобно и дает ему. По рамбаму он нарушает этот запрет. И даже он платит ему все, что это стоит. Если тот в действительности не хочет, он нарушает этот запрет. То есть мы закончили здесь и заповедь. Продолжение следует...